В России пропали, внимание, 7 миллионов избирателей. Я серьезно сейчас говорю, Памфилова что-то там считала, считала, и вот недосчиталась в конечном итоге такого количества граждан, имеющих право голоса. Примечательно, что пользовалась она официальными данными Росстата. В Росстате, впрочем, уже все разъяснили. По какой-то неправильной формуле глава ЦИК пересчитывала соотечественников, поэтому пропавшие обязательно найдутся, вот и я думаю, что найдутся, даже подозреваю, в какой момент, в ночь с 18 на 19 марта, когда бюллетени будут пересчитывать. Начинаем. Давненько патриотическую тематику не поднимали, отстаем от трендов, и я хочу сейчас, чтобы вы посмотрели на две фотографии. Вот на этой советский офицер-летчик Юрий Трушечкин, который в 1967 году в небе над Ханоем этого Вьетнама сбил самолет другого летчика американского, вот этот человек. Его имя сегодня известно всему миру, Джон Маккейн, сенатор от Республиканской партии США. В 2008 году кандидат в президенты сверхдержавы проиграл те выборы Обаме, но сказать хочется сейчас не об этом. После того, как наш Трушечкин сбил американца, Маккейн угодил в плен, где провел пять лет, однако по возвращению на родину Америка встретила своего сына как героя. Перед ним открылись многие двери, а дальше мы знаем. Успешный поход в политику, участие в президентской кампании, входит в десятку самых богатых сенаторов. А что же Трушечкин, спросите вы, наверное, еще больший герой гордость нации, ведь все-таки самого Маккейна из села вышиб, ну давайте посмотрим. Здесь, в России, мне потом дали к вам не квартиру, а коммуналку. И не как военному, как положено давать, военному запасу, а как вынужденному переселенцу. За службу в вооруженных силах я не получил ничего. Комнату в коммуналке Юрий Петрович отдал дочери с внуком, а сам поселился в ветхом домике на окраине Красного Села, дальнего пригорода Петербурга. За судьбой неудачливого летчика, сбитого его ракетой, а потом благополучно издечившегося от той же тяжелой болезни, с которой сейчас борется Юрий Петрович, он следит по телевизору. А знаете, что самое забавное? Этот сюжет был снят в 2008 году в разгар избирательной кампании в Штатах. Центральные СМИ тогда буквально рвали того Трушечкина на части, герой, который сбил горе летуна. Примерно такими заголовками пестрили газеты, а ровно через год, в 2009, герой был найден мертвым в своей крохотной комнате в коммуналке на окраине Питера. Умер в полнейшей нищете от ненужности и вечного безденежья, под конец жизни даже пить начал по-черному. Что-то еще надо добавлять? Это реальная журналистика, сегодня снова о скрепах. Поехали! Перемещаемся в героический город Ржев, где все тоже не менее скрепно. Там в конце января подвели итоги творческого фестиваля для пожилых людей с пафосным названием «Я люблю тебя, жизнь». Ну, одно из таких, знаете, мероприятий для галочки, когда чинуши делают вид, будто бы им есть дело до народа. В данном случае до пенсионеров. Последние в ходе фестиваля поют, танцуют, рисуют, в общем, показывают всем своим видом, что старость-то для них в радость. Организаторы все это дело каким-то образом оценивают, отчитываются за тем наверху, что людям скучать в общем некогда и жаловаться не на что. В СМИ это широко освещается, ну и, конечно, стимулирует победителей какими-то памятными призами и подарками. 62-летняя Людмила Калинкина стала одним из таких лауреатов победителей. Ей, разумеется, вручили подарок. И лично мэр Небаран чихнул. Однако, придя домой и распаковав подарочную коробку, женщина обомлела. Там оказались мужские носки, упаковка просроченного зефира и открытка с Новым годом. Я сказала, вы вообще головой, ну, соображаете, что вы вообще дарите? Мне стыдно. Калинкинация еще же, люди из других городов в этом фестивале участвовали. Ну, она сказала, ну, не знаю, другим старичкам, цитирую, нравится, что им в ручку положили. А вы такая вот привередливая. Вы прекрасно понимаете, что, ну, во-первых, большое количество победителей, и, ну, произошло вот такое вот, ну, недоразумение, будем так говорить, что этот подарок, он предназначался, естественно, для мужчины, который был отдельно, да, а получила его женщина. У нас такой был тоже казус, но мужчина пришел, поменял подарок. Слушайте, вот до какой степени цинизма надо дойти, чтобы настолько наплевательски относиться к своим землякам? Чтобы даже, казалось бы, благую идею так изгарить? Неужели нельзя проверить все до того, как это настолько сложно? И второй момент. Ну, накосячили, признайте вы свою ошибку, извините, нет, сидит эта елка новогодняя в кадре и отмазывается с наглым видом. У нас же очень много участников. Где? В Оржеве. Город с населением 60 тысяч человек в трех соснах умудрились заблудиться. Кроме омерзения, у меня такие упыри никаких других эмоций не вызывают. Моральные уроды, они и есть моральные уроды. А в Москве, которую на прошлой неделе завалило снегом по самые уши, коммунальщики отказались работать по ночам и в выходные дни. Не потому, что ленивые, не потому, что не высыпаются, столичная мэрия не захотела оплачивать рабочим сверхурочные, как того требует ТК. Мол, денег нет, ну вы держитесь, ну и уборщики встали в позу. Правда, вот прилетело в конечном итоге не Собянину, Сотоварища, а обычным горожанам. Вот такую картину москвичи, жители отдельных спальных районов, могли наблюдать по утрам на протяжении нескольких дней. Были вынуждены ходить пешком, во всяком случае до ближайшей станции метро. Наземный общественный транспорт практически не ходил, хотя зачем он Сергею Семеновичу? Вряд ли этот почетный житель столицы пользуется автобусами и маршрутками, да и денег-то на проезд у него, наверное, тоже нет. Бургомистр вольного города, избираюсь 17 раз подряд пожизненно. К слову, жгут не только в московской мэрии. Власти другого крупного российского города, Новосибирска, тоже решили принять участие в чемпионате по пофигистическому бреду. Ребят, я даже не знаю, как это объяснить-то. Короче, они там утепляют трамваи, которые проржевели от старости скотчем. Вот так выглядит это мудрое командирское решение, но абсурдность ситуации заключается даже не в этом. Голь на выдумке хитрая, мы это знаем, кто-то из местных узрел данные анекдоты, обратился к журналистам, те, в свою очередь, к властям, и власти сказали, это нормально. Короче, одобрили чинуши идею транспортников, теперь, вероятно, нам всем остается только дождаться того счастливого момента, когда по всей стране внедрят данные ноу-хау, слушайте, как же я хочу прокатиться в вагоне с клееным скотчем, больше, чем с парашютом, прыгнуть ей-богу, продолжаем. Ну и еще одна поистине скрепная инициатива руководства нашей славной страны, Минтранс предложил, а депутаты Госдумы одобрили законопередачи права на установку и обслуживание камер видеонаблюдения на дорогах частным лицам. То есть теперь, когда вам будет приходить письмо счастья, мол, вы превысили скорость на таком-то участке, такой-то трассы, поэтому потрудитесь оплатить штраф, вы штраф этот не государству заплатите, а какому-то умному Валере. Слушайте, какая прелесть, согласитесь, причем, если кто-то думает, что Валера за долю малую те посреднические услуги выполняет, даже не волновайтесь. Как сказал герой одного популярного кино, это как раз государство чуть-чуть получать станет, а Валера Бабло серьезное будет делать. Внимание на экран. В рамках подготовки оригинального бюджета Свердловской области одна из структур выставляет фото-видео фиксации. За 9 месяцев 2017 года было собрано более 200 миллионов рублей. В бюджет было перечислено порядка 40 миллионов рублей. Вот вам, пожалуйста, и конкретный пример. В Свердловской области данная схема обкатывалась и весь прошлый год. Там установкой камер уже занимается коммерческая лавочка, одна из структур Уральской горно-металлургической компании. И вот насшибали ребята с тамошних водителей, сами слышали, 200 с лишним миллионов рублей, причем только за 9 месяцев. Погоду данных у меня нет. Государство при этом аж 20% получило. Слушайте, я только поаплодировать происходящему могу. К слову, а что бы нам еще и налоговые органы частными не сделать, частную службу судебных приставов не создать. И нехай лупят 80% с каждого лоха с российским паспортом. Я рад за нас всех, дорогие соотечественники. И шоу must go on. 18 марта мы просто обязаны встать на защиту данных скреп и не допустить их разрушения. Ладно, закругляться пора, и это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете еще много чего удивительного. Заходите, просвещайтесь на канал подписаться. Не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже масса интересного. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok